Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Иген Шаститко. И мы продолжаем обзор того, что называется Xbox One. Распаковку его вы видели примерно с месяца назад, чуть больше месяца назад. Теперь я обещал сделать обзор по самому Xbox. Сразу напомню, что... Или хочу сказать, что это действительно обзор самого Xbox. Что он может, как он работает, какие фичи в нем есть, что где и как в нем включается-выключается. А про игры, вот увидите, какие игры у меня есть. Может быть, сделаю отдельный обзор этих или иных игрушек. Если, конечно, пожелаете. Ну, в общем, разберемся, как говорится. Ну и напомню, что у меня на канале идет конкурс. Очень простой. Вам достаточно расшарить это видео в социальных сетях. При помощи стандартной шары YouTube. А линк на ваш пост в социальной сети положить в комментарии. После этого, случайным образом, будет выбран при этот самый победитель. И приз в виде игровой приставки GXD 7800 уйдет, скажем так, победителю. Кстати, приставку, видео про приставку тоже не забывайте расшаривать. Оно тоже будет участвовать. Ну, а мы переходим, собственно, к обзору Xbox. Вот он у нас такой. Размеры можете оценить, посмотреть. Рядом лежит джойстик, рядом лежит то, что называется Lumia 730, диски и тому подобное. Ну и первый, самый главный момент, который бы хотелось показать. Вот так вот видно лучше. Главное, чтобы телевизор сейчас не выключился. Это голосовое управление Xbox. Смотрите. Xbox On. Мы его называем Xbox, но на самом деле он Xbox. Не Xbox, а Xbox. Поэтому, вот, пожалуйста, он включился, залогинился. У меня он сразу залогинивается в мой профиль. Впрочем, никто, кроме меня, на нем не играет. Как вы видите, сверху стоит Kinect. Вот это такая вот платформа, которая обеспечивает и игры, и голосовое управление, и многое другое. Старый, кстати, Kinect, он стоит чуть ниже. Он поменьше и полегче. Все-таки Microsoft сделал более крутую вещь. Ну и для того, чтобы не уходить далеко, скажем так, от голосового управления, сразу его, наверное, продемонстрирую. Голосовое управление, напомню, требует Kinect. Если у вас нет Kinect, то есть вы можете купить Xbox без Kinect и пользоваться им просто как игровой приставкой. Ну и разными другими вещами. Тем же телевизором, тем же медиа. Но, в принципе, вы не сможете играть в игры под Kinect, и вы не сможете использовать голосовое управление. Как это выглядит? Вы говорите Xbox фразу. Xbox. И дальше вы можете уже управлять. Например, Go Home. И зелененьким, видите, подсвечены те вещи, которые вы можете выбирать дальше. Например, Store, Games, Go Back. Видите, подсвечен, да? Пинс. Пинс. Не понял. Пинс. Ну вот, начинается. Так. Xbox. Это что, работающая камера состоит помехи? Xbox. Come on. Xbox. Go Home. Пинс. Пинс. Медиа player. Cancel. Медиа player. Go. Cancel. Go to media player. Go to media player. Media player. Start. Cancel. Ага. Так, что такое? А, у нас два медиа плеера на экране. А вот, чем прикол. Xbox. Xbox. Go to media player. Go back. Вот, например, вы сейчас видите, каким образом работает медиа плеер. То есть, он берет все вещи с экрана и подсвечивает. То есть, это медиа плеере все источники, все мои ДЛНа проигрыватели, которые есть. Xbox. Xbox. TMS. Select. TMS. Videos. By folder. Go back. Go back. Go home. Go home. Go home. Go back. Stop listening. Stop listening. Вот таким вот образом можно управлять Xboxом через голосовые команды. Ну, как бы, английские, да, в данном случае, голосовые команды. Но все-таки вы можете уже сами определиться, что вам нужно и как вы работаете. Тем более, как вы видели, подсвечивается вещь. Ну, а стандартный джойстик Xbox, кто не видел все те же кнопочки, да, у нас тут два триггера левый, правый, две, левая, правая кнопка, два джойстика, левый, правый, еще четырехкоординатный джойстик, кнопки выбора, кнопки меню и кнопки ABC, ну, которые используются для работы. Вот сейчас он включен. И, собственно, давайте посмотрим, что из себя представляет Xbox. Он делится, на самом деле, экран Xboxа на три части. Первый из которых это Home, где находится текущее запущенное приложение. Еще одна фича, которая очень интересна, это так называемый Snap. Snap позволяет вам сбоку экрана запустить другое приложение, очень похоже на то, что называется Windows, да, в восьмом и так далее, разделение экрана. Вот, пожалуйста, это разделение экрана может таким вот образом работать. Например, вы можете на втором части экрана включить себе канал YouTube и смотреть что-то, либо там новости от друзей и тому подобное. Мы можем unsnap, для того, чтобы второе приложение нам не мешало. А здесь находится текущее рабочее приложение, игрушка, либо то, что сейчас запущено для быстрого возврата в приложение, либо же, как вариант, используя специальную кнопочку, можно вызвать меню, да, вот она здесь, старт или опции, можно его заснепить, можно добавить как пин на хоум страничку, можно управлять этим приложением или просто, например, закрыть будет закрытое приложение. Здесь же находится управление всеми страницами, которые касаются эти, я, по-моему, поломал себе только что штатив. И это печально. Да, поломал, обыдно. Ну, не совсем. А вот. Здесь вы видите все мои игры, которые установлены, то есть в текущий момент, вот вы можете наблюдать Xbox Fitness, различные приложения и игры. Кто захочет обзоры, тут, напомню, у нас Assassin's Creed, тут Forza Horizon 2, тут HALA Master Chief Collection, тут Killer Instinct, который был загружен по поводу того, что он был бесплатен. Rhymon тоже, Titan Falls, платная игрушка. Worms бесплатная, TIFF, платная Revals, мы сейчас посмотрим. Еще одна бесплатная, HALA Sportano South, ну и, конечно, хост, который шел в качестве бесплатного приложения к Xbox, когда я, собственно говоря, его покупал. И это не может не радовать. И, опять же, здесь у нас есть набор большой от приложений, приложений, которые установлены, например, в GameDVR, который позволяет вам записывать что-то. Тот же Internet Explorer для просмотра, работы с сообщениями, настройки, медиаплеер и тому подобное. Плод для видео Xbox Music, Xbox Video, тот же YouTube. Все это берется, как вы понимаете, из раздела Store. Ну, вот тут реклама того, что вы можете себе купить. Ну, а с другой стороны, у нас есть магазин игрушек, где вы можете увидеть чего-то прикольного, где вы можете выбрать разделы новых релизов, разделы поступающих игр. Например, вот топ-рейтед, как вы видите, Майнкрафт стал самым лучшим, после чего идет Grand Theft Auto. Сейчас меня закидают вопросами, а покажите его. Напомню, что у меня его установленным нет, но вот вы видите, цена в 70 евро как бы не радует, учитывая, что я в эту игрушку особенно играть не буду. И обратите внимание на ее сайз, это 43 гигабайта. Все это можно скачать. Ну, рассматривая игрушку, можно посмотреть на различные бродкасты. Можно посмотреть в Твиче каналы про эту игру, можно посмотреть, опять же, снэкшоты, которые, как эта игра выглядит, которые здесь присутствуют. Ну, вот примерно такая вот. Ух ты, даже реактивный истребитель есть. И автоматы, с ума сдуреть. И лосей можно валить, или лохов. Не важно, вы видите, например, что у одного из моих друзей есть игры. Это игра, Editionals, другие игры. Вот у меня Black Flag присутствует, Unity не присутствует. Хотя я видел скидки. Кстати, о скидках. Ну, идею вы поняли. Это были игры. С таким же успехом можно выбирать, устанавливать, как платные, так и бесплатные приложения. Здесь их достаточно, как вы видите, много. Напомню, что Xbox One после обновления Windows 10 будет еще иметь возможность запускать приложения от Windows 10, так называемые универсальные приложения, будучи написаны на них. То есть, для людей есть возможность писать быстро и легко. Ну, вот различные хабы, скажем так, к тем или иным вещам. И вот, например, OneDrive. То есть, если вы хотите работать со своими файлами, пожалуйста, вы сможете работать через установленный OneDrive. При этом, как только мы начинаем устанавливать приложение, обратите внимание, это приложение показывается у нас в очереди. Ну, вот вы уже видите, 83%, 100% установлено. И теперь он у нас появится где-то в приложениях. Давайте перейдем к OneDrive. Вот таким вот там образом мы можем работать. О, сколько всего присутствует. Например, Баку, Азербайджан. Давно я там был, но 2005 год, кстати, планирую поехать проводить там мероприятия. Не далее, как в апреле. Так что свеженькие путевые заметки, скорее всего, тоже будут. Так что ждите, как говорится. Это последний из загруженных. А что у нас здесь есть еще? Блютуз. У кота теперь второй вагон. Ну, вот вы видите, в том или ином виде. О, Бангко. Такие красивые фото. Идея, я думаю, вам понятна. Как этим воспользоваться, я думаю, вы тоже знаете. Вот так вот все легко и просто. То есть приложение устанавливается, вы работаете с ними. Единственное, что я могу сказать, что сейчас, в настоящий момент, уже из 400 гигабайт, которые были доступны, осталось 124. Напомню, что в Xbox One стоит 500 гигабайтный. И это, я считаю, мало. Диск, надо было сразу ставить терабайт. Потому что у меня не так много приложений и игр установлено, как уже это все забито. Ну, если учитывать, что одна игра 40 гиг, то это на 10 игр. Вот, например, можно увидеть Assassin's Creed. Можно управлять этой игрушкой. Она занимает, как вы видите, 22 гигабайта. Uninstall all не будем. Мои данные занимают 69. И эдонсы пока отсутствуют. Forza Motorsport, хотя она поставлялась на... А что, Resume Installation? Не понял. Хотя она поставлялась на диске, она еще умудрилась занять 40 гигабайт на месте. Ну, наверное, распаковалась или еще чего-то в таком духе. Это то, что касается наличия свыщих приложений. Кстати, любое из приложений, вот, например, Rival Sport, вы запросто можете вынести Pintu Hub и также посмотреть в социальной сети то, что называется Game Hub. Где народ обсуждает, и вот я уже прошел 5% игр. Ну, и поскольку мы вынесли это все на PIN, на рабочую сторону, да, на рабочий диск, вот мы видим, опять же, изменения, где добавляются те или иные игры, где добавляются те или иные приложения, которые я могу быстро запускать. Ну, вот, собственно говоря, и все, что касается управления. А, ну, если не считать еще уведомлений, вот мы установили OneDrive, я открыл там Achievement такой-то, открыл Achievement такой-то, такой-то. Это все я делал, используя игры с Kinect Sport Rivals. Вот они, да. Ну, и чего еще? Да, Gold. У меня есть подписка Gold, то есть к моему Microsoft ID аккаунту привязана подписка Gold. Это значит, что я могу, во-первых, получать... Уже 4 года, как вы видите, я являюсь участником программы Gold. Каждый месяц, два раза в месяц, 2-го и 16-го... 2-го и 16-го, да. И 16-го числа Microsoft публикует новые игры, бесплатные. Вот вы видите последние. Я вот не понял, что вот это. Ну, это какая-то для создания игр, собственных сцен и тому подобное. Gamehub. 8-битные аркады и тому подобное. Ну, а вот это вот уже стандартные игры, плюс... То есть они поставляются бесплатно. Плюс, как вы видите, ага, Unity предлагает за 47 купить вместо 70. Нет, не буду. То есть и другие цены на другие вещи. Оли-оли. Что это такое? Нет, наверное, в такие игры я играть не буду точно. Еще и даже за 8. То есть, Gold, Xbox, это то, что вы платите 50, по-моему, долларов в год. И после этого получаете, или 60, и получаете возможность не только там играть различными с друзьями, но и две игры ежемесячно, не по вашему выбору, а те, которые предоставляет Microsoft, вы получаете бесплатно. Ну, и различные вещи, типа скидок и вот все. Что это за фитнес-тренер? А, это я уже установил. Это я уже установил. Мы посмотрим тоже, что это такое. Ну что же, теперь пришло время погонять чертиков. Ну, самый простой вариант погонять чертиков, это запустить какую-то игрушку, и я сразу убью двух зайцев. Я запущу Kinect Reval. Kinect Reval. Это игра, которая работает с Kinect, там, как вы понимаете, Kinect Sport. Сейчас я уберу кресло. Не знаю, камера будет или не будет работать. Здесь вы видите работающую там рекламку, не рекламку, а инструкцию, как этим всем пользоваться. Ждем-с. До первой звезды, как говорится, нельзя. Ну, вот вы видите меня, видите там в верхнем углу, это я стою, в верхнем, в средине, слева, вот он я. Я стою нормально, вот моя точка, видите, входит, это там, где я вижу. И теперь я могу играть. Это я все управляю. Это мой профиль, который считал с меня. Вот так меня видит Xbox. Ну, в принципе, нормально, толстоватенький, конечно, и морда ничего так. И мы можем играть, жесты поддерживаются Kinect, я могу прокручивать. Не видите, я рукой беру и кручу сейчас, это надо было бы видеть. Ну, давайте, чего мне там хорошо получается, погоняем таргет. Давайте откроем, то есть игра очень простая. Надеюсь, я не оплашаю. Я просто держу руку вот таким вот образом. И когда мне надо стрелять, я просто стреляю, указывая, куда мне нужно попадать. Сейчас она подкрузится. И вот оно, боевое место. А вот он, я предлагаю поднять руку. Я в реальности поднимаю руку. Теперь беру оружие правой рукой. И навожу на цель. И стреляю. И стреляю. Я победил. Next wave. more targets. Stay alert. Раунд complete. Все-таки стрелять я еще не разучился. Субтитры сделал DimaTorzok. И последний раунд. Он обычно самый сложный. Еще и по порядку надо будет отстреливать мишени. О, видите, я только что выиграл какой-то ачивмент. Субтитры сделал DimaTorzok. Я еще и вражеский сбил. Ай-яй-яй. Вот так вот. Примерно вот таким вот образом я побеждаю, как вы видите. С большим отрывом. А, еще один ВН. Ну, вы гоните. Главное убивать вражеские. Да, свои мы разберемся потом. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Я только что сбил его еще, еще. Это видите, я двигаюсь на самом-то деле. И таким образом я 5750 набрал. А враг набрал всего лишь 3225. И вы видели, как работает Kinect. Я молодец. Это я двигаюсь, да? Ну, в общем-то, вы поняли первое место. Куда же они без меня-то? Заработал немного денежек. Теперь могу перейти, видите, уже к следующему уровню. Скоро появятся новые фанаты. Ну, надеюсь, и вы также будете фанатами. Ну, а я сейчас закрою Xbox. Смотрите, видите, я двое руки поднес. Сбоку появились по краям экрана такие штуки. Это Kinect решает. Еще раз. Видели? Вот. И я беру и закрываю, да? И таким вот образом перехожу к рабочему окну. И здесь я снова могу управлять Xbox либо через Kinect, либо же через джойстик. Ну, мы, чтобы не очень мучать, давайте зайдем на Continue. Нажали. И теперь, чтобы уже не терять данные, и теперь закроем снова наш дорогой Kinect. То есть мы можем дальше работать уже нормально. Ну, а я еще хотел показать одну функцию, последнюю, чтобы вас не замучивать длительным обзором. Это функция того, что вы видели уже с одной стороны Media Player, а с другой стороны Xbox Music, где вы можете просматривать музыку, а с третьей – TV. С TV все хорошо, если не считать того, что я свой TV сломал. Ну, чтобы вы понимали, что делает Xbox. Xbox берет… у него два входа, один… вернее, у него два HDMI входа-выхода. Xbox берет картинку с одного и второго… с одного и передает на второй, при этом может записывать каналы и тому подобное. Снимать программу телепередач, если такое доступно. Я включил тебя. И где моя картинка? Зачекайте. Ага, вот она. Вот вы видите идущую у меня телепередачу. Вы видите идущую у меня телепередачу. Она идет у меня на приставке. Фишка этой приставки состоит в том, что если вы перейдете к настройкам, то вы сможете выбрать несколько вариантов. Во-первых, вы можете настроить так называемый онлайн-гайд. Получая информацию о всей сетке телепередач, вы можете настроить девайс-контрол. И вот здесь вот девайс-контрол, я как раз тут и лоханулся. Как вы видите, он просит ТВ. То есть я неправильно набрал где-то номер. Теперь у меня на приставке не работает, не на самой приставке пульт дистанционного управления, не работает и через Xbox. То есть, чтобы вы понимали, прикол состоит в том, что что делает Xbox? Xbox берет Kinect и посылает инфракрасный сигнал, скодированный соответствующим образом, на приставку, тем самым управляя приставкой и переключая команды. Но, увы, эта штука не работает. И тут настройки аудио, стерео и тому подобное. Таким образом, я могу просматривать передачи. Я должен был бы иметь, видите, но не имею, программы телепередач, а также возможности... Это я все делаю пультом, да? И также я могу делать вопросы, управлять то, что называется переключение передач и тому подобное. Но, увы... Так, давайте закроем, а то будет говорить... Но, увы, этого я, а именно сейчас, делать не могу. Кто считает, что это все очень сложно, могу показать еще один момент, очень интересный и очень важный, а именно дистанционного управления дорогим и любимым Xbox. У меня здесь мой планшет, который вы наверняка все видели. Это тот, что называется... Так, надо бы... Положить, кстати, для того, чтобы лучше работать... Ой, Facebook, зачем мне Facebook? Иди сюда. Для того, чтобы лучше работал джойстик, я вон прикупил себе такую штуку, которая является одновременно и аккумулятором, и зарядкой. Я хотел бы показать другое, а именно то, что называется Xbox One Smart Glass. Xbox One Smart Glass, вот вы видите, это штука управления Xbox. То есть вы сейчас видите все, что у меня там запинено на моем десктопе. Вы видите мои настройки, параметры, арчивменты, то есть то, что я могу делать. Вы видите, что было запущено ТВ, а вы видите, например, мои игры и приложения. Вот они, да. Вы можете запустить эту штуку назад. Вы эту штуку можете... Смотрите, вот здесь у меня Xbox сейчас. Вот в таком вот виде я сейчас что делаю? Я здесь запускаю, говорю Play on Xbox. И смотрите, вот, пожалуйста, Play on Xbox можно здесь. При этом я сейчас отъеду чуть-чуть назад, а вот эту приподниму. При этом система переключается в режим такого вот десктопа, который позволяет мне, видите, бегает по экрану, фактически как джойстик. То есть я могу двигаться, я могу выбирать, что мне нужно, я могу выбрать B, вернуться назад и продолжить управлять джойстиком, например, здесь, запуская нужные мне приложения или лазя по вещам. То есть, итого получается, что это приложение, которое называется Xbox Smart Glass, позволяет вам делать две основные вещи. Первая вещь – это то, что связано с работой непосредственно с Xbox вот так вот, да, то есть отвечает там на чаты с друзьями и тому подобное. А вторая вещь – это то, что вы можете непосредственно управлять Xbox, например, я запускаю Media Player, он говорит «Да, запустить», я говорю «Да, запустить», вот он запустился, и дальше я уже использую вот эту вот тачскрин, да, то есть как тачскрин, как джойстик управлять нужным мне вещами. Помните, я показывал это для такой похожей вещь для приложения для Кюнапа. Напомню, что, кто не смотрел, у меня приставка Кюнап, вот мы ее сейчас броузим. Напомню, что это мы используем DLNA, видео все это есть, про DLNA. Такая же утилита есть и для Кюнапа, такая утилита есть для Xbox, вот она, вы ее видите, есть для Windows 8, есть для Windows Phone, есть для iOS, есть для Android, поэтому с любого устройства вы сможете управлять Xbox, как джойстиком, просто елозя по экрану, выходя и тому подобное. Такие вот дела. Это был общий обзор Xbox, что в нем, как в нем, как оно работает, почему оно работает или не работает, вы посмотрели так же, как работает Kinect, как идут игры на Kinect. Ну, а если вы хотите какие-то другие обзоры, напомню, что вот у меня здесь есть такой небольшой список игр, пишите в комментариях вопросы, если хотите посмотреть, как играется, или идет та или иная игрушка, или несколько игр, вот вам Assassin's Creed Black Flag, это Forza Horizon, это HALA Master Chief Collection, то есть это разные HALA, вот это HALA Spartan Assault, это такой тактический шутер, мне он очень нравится, это понятно, что Call of Duty Host, Kinect Sport Rival, вы только что видели, War, Titanfall, ну и разные игрушки, которые я получил бесплатно по подписке Xbox Live. Что ж, это был Xbox Gold, это был Xbox One, обзор его, его возможностей, что он из себя представляет, как он работает, я не показывал вам, конечно, все возможности, там, и все сеттинги, их тут очень много, там, поднастроить, подработать, и тому подобное, радует, что сейчас в новом Xbox One можно запросто приобретать игрушки в магазине, единственное, что я так и не понял, почему из магазина удалили разбивку по категориям, как это есть в том же истории о Windows Phone, где можно найти там отдельно стратегии и тому подобное, напомню, что игры от Xbox 360 несовместимы с Xbox One, это уже отдельная история, ну и смотрите дальше, не забывайте о том, что у меня на канале идет конкурс, не забывайте заглядывать в описании, где есть масса различных ссылок, не забывайте смотреть аннотации, в аннотации о всплывающих подсказках, тоже масса различных ссылок, ну и, в общем, всего хорошего, подписывайтесь на мой канал, с вами был я, Игорь Шеститко, и Xbox One, удачи всем, пока, счастливо!